Россия всегда славилась выдающимися деятелями культуры, которые внесли неоценимый вклад как в отечественную копилку шедевров, так и в мировое наследие. Именно этих людей, которые и сегодня своим трудом приносят радость и душевное наслаждение, принято поздравлять в конце марта с профессиональным праздником. В честь Дня работника культуры в районной администрации по уже сложившейся традиции прошел торжественный прием главой района лучших представителей отрасли культуры нашего муниципального образования. Каждый из приглашенных на прием, когда-то выбрав путь служения искусству, музыке, музейному делу, литературе, а значит служение людям, сделал это не просто профессией, а призванием. Культура – это, я думаю, душа русского человека, это то, что отличает нашу нацию от любой другой. Мы без этого жить не можем. Это наши песни, наши танцы, то, что мы передаем нашим детям, то, что перенимаем от наших родителей, бабушек и дедушек. Поэтому только культура, только в массы и только от всей души с любовью. Сотрудники музеев и библиотек, деятели концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и сельских клубов, коллективы художественной самодеятельности – все они настоящие профессионалы своего дела, глубоко осознающие и чувствующие всё прекрасное, наполняющие жизнь людей радостью и светом. Ведь именно культура формирует самосознание человека и целых поколений. Её развитие влияет на образование и эстетическое воспитание детей и молодёжи, мотивирует на созидание и творческий поиск. Мы счастливы тем, что мы работаем в культуре. Молодые пришедшие культработники, которые уже много лет отдали культуре, именно сюда приходят люди, которые живут этим. Потому что эта профессия не одного дня, эта профессия, она сидит в человеке раз и навсегда. Люди, которые работают в этой отрасли много лет, это творческие, очень любящие свою малую родину, любящие свой народ, который живёт в тех или ином населённом пункте. Если ты пришёл работать в культуру, то это точно навсегда. Мы живём нашими жителями, мы радуемся, когда полные залы собираются на наших концертах. Мы счастливы, когда наша молодёжь и наши дети участвуют в наших мероприятиях, конкурсах районного и краевых масштабах. Мы безумно переживаем за наши победы и, конечно, помогаем нашим детям расти и уважать наше старшее поколение. Лучших представителей отрасли культуры с профессиональным праздником поздравили глава района Роман Сенеговский и председатель районного совета Григорий Литовко, сказав в их адрес много тёплых слов. Я буду стараться, чтобы благодаря администрации, благодаря моим коллегам вместе с Галиной Ивановной, вместе с вами, чтобы мы укрепляли материально-техническую базу, чтобы мы совершенствовались в целом в направлении, развивались. И костюмы покупали, и новые направления, может быть, где-то смотрели, изучали, продвигали. Поэтому вместе будем трудиться, а вам мира, добра, благополучия. Вы особые люди, вы творческие люди. Вас Бог наделил талантом читать ноты, петь в голосах, так сказать. Поэтому я очень благодарен вам, что вы прикипели, как уже было сказано, к своей отрасли. Здесь представлены все уголки нашего Славянского района. И вот самое главное, что есть в наших уголках дома культуры – это очаги культуры. Действительно, как было уже сказано, вы воспитываете нашу молодёжь. В конце встречи работникам культуры за многолетнюю творческую деятельность, сохранение кубанских традиций, неоценимый вклад в духовное развитие общества и популяризацию культурного наследия страны были вручены почётные грамоты главы района и памятные подарки. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, Константин Монастыренко. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...